вот с одной стороны просто красивое озеро за ним горы вообще где-то здесь возможно вот это вот есть гора которую обронил хануман история вот такова рама в каком-то бою был ранен отравленной стрелой и его могли спасти только травы из гималай и хануман ради друга обетнулся в гималае он не знал какое именно растение надо целебно поэтому отломил целый кусок горы где росли 8 разные целебные растения и понес раме чтобы улететь и где-то вот здесь вот такой кусок горы гималайской обронил и говорят что на этой горе растут растения сегодня которые растут только в гималаях вы просто здесь красивое место для фото офигенно может и гирогайдия и с островом панбан пролив называется вид с моста эндиры ганди открывается прекрасно здесь на мосту можно останавливаться ничего страшного надо же пофотографироваться на мосту эндиры ганди вот какой-то шлюз старый мост и бенгальский залив мы приехали оттуда это остров на котором находится рамеш варам оттуда рама штурмовал шариланку в той самой Рамайами в той самой Рамайами здесь находится крам храм в котором 22 колодца облившись каждым продлевает свою качественную жизнь и есть мы возьмем здесь фотографировать нельзя но пару планов сниму это не сами колодцы просто коридор храмовой коридор самые длинные храмовые коридоры в мире ну как обычно здесь как обычно говорят только снимать в храме категорически запрещено телефон поэтому заворачивали в одежду пластиковый пакет и вот вышли вот из этих воров здесь уже снимать но уже никто как бы не обращает особо внимания что я снимаю Брахман на каждом колоссе опускал ведерко на веревочке в колодец набирал воды и обливал меня сверху с ног до головы таким нормальным потоком воды 22 колосса скажи что там означает пройдя все 22 колосса с Брахманом облившись из каждого из колоссов отпускаются грехи если я ничего не путаю и увеличивается срок качественной жизни то есть до старости а так это же как обладиться как в горбунке живая вода обладился и для этого не обязательно прыгать в кипящее молоко посмотрите какой я прямо мокрый в местной национальной юбке мужской ничего не подумайте в мужской юбке в юбке мокрой кстати неудобно ходить а теперь понимаю как не просто нашим девушкам и женщинам ходить особенно в мокрой юбке три зубец шивы дерево ним очень святое и полезное во всех отношениях здесь уже мужская переодевалка мы переодинемся и традиционная басня над входом над ней птички какие-то банальные голуби а есть еще двадцать третий колодец это бенгальский залив на выходе из храма уже можно достать телефон но внутри кстати не так нарядно просто длинные длинные коридоры и колодцы которые тебя обливают вот оттуда мы вышли там были эти 22 колодца а здесь типичная храмовая индийская скульптура выходим 23 колосса бенгальскому заливу вот он 23-й храмовой колодец бенгальский залив брахман помогает людям то ли что-то понять то ли что-то вылечить ну что жалы так вот так ну то есть и бытовые вопросы решаются и сакральные тоже но бытовые именно на таком уровне когда это не зависит от твоего трудолюбия там от твоего умения когда нет детей и чего брамин помогает или здоровья просит храмов вообще очень много вот например храм какой-то уличный в этот странный храм в замусорном месте пришла корова у нее какие-то явные отношения с ганешей корова с желтыми покрашенными рогами с большими такими глубокими черными глазами отходит дерево храмовое стоят статуи а вот древние или не древние а вот как ты поймешь а вот в кустах ну в общем ладно забыли забыли а вообще мы сейчас стремительно движемся тем же путем что шли на Шри-Ланку сражаться медведей обезьян да войско рамы из медведей обезьян людей и двух еще специальных людей которые в детстве напортачили и короче что-то утопили что-то ценное из храма и поэтому все что они роняли в воду не тонуло это и позволило в частности создать Хадуману вместе с рамой мост за одну ночь потому что последними стояли эти два парня из рук которых ничего не дадуло и плали камни в бенгальский залив но он тогда не бенгальский жил бенгальский это после англичан он стал но это еще не мост рамы тоже но слушай такая песчаная полоса как бы странная сколько на километров идет километров 8 5-8 5-8-10 и только потом начинается под водой этот мост рамы да он частично над водой сейчас выйдем здесь заканчивается полуостров и вот там начинается мост рамы в принципе уже можно чесать пешком до Шри-Ланки вот видите там отмель кстати вело идешь по ней потом по пояс по колено по шею в воде где-то плыть надо но в принципе с космоса видно видно этот мост рамы до сих пор толком непонятно откуда он появился что это заявление природное или какое-то все-таки человеческих видео но об этом очень наглядно рассказывает легенда одна из главных легенд индии такая своеобразная илиада индийская я так смешно одет не потому что это какая-то профессиональная традиция или я сошел с ума просто обгорел сильно у меня много сейчас сгоревших мест надо максимально укрыться вот там за моей спиной островы что говорит нам Рамаяна что в какой-то момент что в какой-то момент на Шри-Ланке то ли высадился то ли поселился какой-то демон многолекий неприятный который который украл у Рамы его жену унес обманул как-то ее унес ее туда на Шри-Ланку ну и Рама Хамумана еще один их друг чисто говоря не помню его фамилия собрали войско из людей обезьян и медведей и пошли походом на Шри-Ланку вот по этому полуострову за моей спиной который мы только что проехали а потом Хамуман и другие участники событий построили мост на Шри-Ланке вроде бы даже за одну ночь говорят что португальцы вообще пешком ходили конец 17 начало 18 века они пешком ходили в Шри-Ланку если не врут вроде картинки есть в книжках тех времен в каких-то записках как португальец пошел в Шри-Ланку там километров 7 туда-сюда ходили нет тут 32 километра и вот стоят здесь бинокли под зонтиками за 20 рублей можно посмотреть в бинокль только что я посмотрел и там на горизонте видно тоненькую полосочку точнее даже лучше видно не полосочку земли а возвышающиеся над ней эти электрические мельницы ага для них это примерно как для нас Куликово поле то есть место где Рама построил мост и вот этого Шри-Ланкийского демона нахлобучил скажем так мост рамы красиво то есть купаться здесь но дико жарко то что у меня вот это на голове вот это поражали как-то на самом деле мужская юбка нормальная юбка которую тут нормально носят мужчины вот она меня еще спасает от того что я не догорел до корочки и побегаешь по индии с айфоном и тебе все предлагают сфотографироваться и распечатать твою фотографию вот тоже не фотография по-моему это на цветном принтере фотки девчонки тоже фотографируются на телефонах тоже наверное не продадут им распечатанные цифровые снимки бизнес бизнес целая как бы возможно каста распечатались на принтере уходит в 32 километрах раскинулась Шри-Ланка сегодня прекрасная для туриста ранее ужасная где жили демоны которых а боги и герои регулярно ходили побеждать а рама даже как мы теперь знаем если вы раньше не знаете про Рама Яну рама даже построил для этого целый мост до Шри-Ланка нарядные все такие в этом месте все-таки для них это очень важно красиво конечно очень но дико жарко дико жарко и в общем все все свои туристические надобности я уже выполнил для меня это место не такое святое как для всех индейцев ну история про Раму интересная занимательная но вот не настолько чтоб я стоял вот так раскинуть рубли поехали поехали что-то тут застрял ну как не застрять на мосту Раму вот посмотрите мост Рамы мы так долго сюда ехали посмотрите и вот мы с коллегами туристами уезжаем в разрушенный цунами город здесь буквально в километре от начала моста Рамы был древний город который смыло потому что индийцы решили немножко нарушить свои духовные стандарты духовные законы вот видно впереди разрушенный цунами собор там еще будут строили которые остались в тени хорошо Сергей я вынужден опять тебя использовать слово такое нехорошее использую как гида используйтесь хотели разломать ту каменистую гряду так называемые мост Рамы чтобы сократить судоходство чтобы не оплывать судам шеренку полторы тысячи километров приходилось уплывать напрямую вот а здесь поселок был Донушкоди куда согнали технику в шестидесятых годах прошлого века и собирались выполнить дети строительной работы по разлому этого моста можно с тобой как в движении пойти вот прямо можно и накануне того как должны были начаться работы налетел циклон неожиданно и буквально шквал воды снес этот весь поселок вот эту церковь разрушил которую мы сейчас вот тут видим посещаем остатки смыл железную дорогу поезда человек 60 примерно погибло строительную технику я считал технику смыл которая собирается пробыть этот канал да 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 и после этого уже к вопросу больше никто не возвращался а на этом месте остались христиане которые остались по сути дела бездомными и они сейчас занимаются тем что ловят рыбу продают здесь в ресторанах и вот в этих лавках продают обслуживают в лавках туристов вот такой он мост Рамы святое место для каждого индейца не надо было на него покушаться тогда бы этот город стоял до сих пор возможно холодильник какой-то и остался прямо с тех времен когда все здесь было и если побродить тут помимо этой церкви разрушенный помимо храма крестьянского есть остатки и других построек но это как бы где-то вдалеке по такой жаре идти это в общем очень вдалеке хотя вроде вот рукой подать экономически была бы очень выгодная операция пробыть вот этот канал и все суда вместо того чтобы полторы тысячи километров поплывать через Шри-Ланку шли бы через этот канал пришло бы Индии много денег но как-то вот что-то стартап не удался боги разгневались технику поломали людей погубили действительно к вопросу прорвить канал индийское правительство больше не возвращалось у меня же еще задача где-то сыграть на скрипке вон она с собой наарендована воду рая все-таки не зря арендовал надо использовать и вот там вдалеке я вижу какие-то строения в церкви как-то неприлично играть да и моря не видно а вот там строение что очень немаловажно тень есть то есть не сгоришь сразу до конца композиции можно просто есть попилиться если просто стоять под солнцем как Шиволинган есть Шиволинган да Шиволинган обращен на юг как и положено куда должен смотреть Шива в храм священный бык смотрит на Шиву Шива смотрит на юг куда-то в сторону Шри-Ланки зашли в заброшенное здание далеко от церкви рискует идти прямо от сколько там градусов на улице мы не знаем потому что интернета здесь нет тут хоть немного как-то от камней какая-то тень чуть-чуть прохладнее как белым снегом ручками как свепель с упавшеньками между временем и светом где-то в середине лета нету ничего сладо не могу Ладно, дико жарко здесь пойдем-ка мы наверное к машине, к нашему водителю по такой жаре шататься по таким местам удовольствие чисто эстетическое для глаз а все тело, оно прям болит от этого ему жарко тело вот даже вот эту чудо-печку вблизи я рассматривать не буду мы уже видели мост Рамы видели разрушенный город и наверное поедем дальше по Индии ну ты хотя бы объясни куда мы идем и зачем храм в честь Ханумана который распитерился чтобы задуть одновременно пять лам в жизни храма а это из рыбояды да снимаем конечно ботинки современный да храм редкие это всегда есть место где будут снимать поэтому будет снимать а вот собственно Хануман основное лицо Хануман слева еще левее хабан справа лев это все аватары вишни потому что Рама это вишня а Хануман помогает Раме поэтому он распитерился не просто в обыковом и не просто в себя а именно в аватары господа вишни и эти пять аватар в разных местах затушили одновременно лампы жизни Равана и тогда сумели его убить ты сравнивал по-моему с Кащеевым яйцом история да что нужно было во первых Равану шлепнуть отравленной стрелой и в пяти разных местах затушить одновременно лампадки в разных местах да да что смог сделать Хануман распитерившись закончили экскурсию по этому современному храму идем теперь к плавучим камням надо снимать это нельзя по-моему опять началось опять нельзя снимать плавучие камни из которых был построен вот страны вот нам показывают плавучий камень это нормальный камень он тонет нормальный камень тонет а этот Хануман затронул рукой да да Хануман затронул спасибо если пожертвовать не менее десяти тысяч рублей на строительство этого храма тебе разрешат взять кусочек этого волшебного камня ага давай давай сфоткаемся 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 все ребята пойдем до свидания до свидания всего хорошего с той стороны тоже какой-то храм да и прямо без паузы на мой взгляд это одно из лучших в наших краях изображение сцены пахтания причинного океана это элемент эпизод из войны богов пересказывать не буду слишком долго ну скажи пока идем туда входит восставшие боги на голову змея верховные боги более высокие захвост змеи обернут вокруг горы крутят гору внизу вишну в образе черепахи в аватаре черепахи держат гору чтобы она не утонула ну над всем этим живо отбывают вообще эликсир бессмерти амриту но пока амрита еще не появилась оттуда начали появляться чудеса свет вот он белый слон айравата на котором ездит бог крылатая лошадь на полу человек какой-то мужчина по-моему это волшебник врач волшебник который из мертвых научился воскрешать и конечно же лакшми жена вишну которая именно то что богиня она тоже является чудом свет луна еще еще вот волшебная лошадь которая у них отвалилась ее надо вон назад прилепить это храм Кришны поэтому Кришна а вот здесь вот это я уже такой сюжет я уже встречал сам даже без Сергея могу рассказать ученики Кришны помогают Кришне мизинцем держать землю вся земля покоится на одном мизинце Кришне ну а ученики понятно помогают уже не бездействовать еще распространенная в Индии религия и если когда мы говорим Кришнаиты здесь в Индии это вот не вы сразу представляете тех которые у бедро хороводы водят но на наших Кришнаитов эти Кришнаиты как мы убедились однажды на родине Кришны во брендаване можно ролик у меня посмотреть предыдущий про брендаван в общем эти Кришнаиты на наших не очень похожи что Кришна Кришна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok